Давайте сразу начнем с новости, с главной, то, что нас в сборной не допустили до жеребьевки Евро-2024. Как отреагировали на эту новость? Когда узнали? Какие обстоятельства? Сегодня узнал. Вопрос как бы не ко мне. Конечно, мы расстроены, мы футболисты, хотим играть в футбол. Внутри вас настроение сильно повлияло перед тренировкой, потому что вы узнали в преддверии товарищеского матча? Нет, наверное. Это, наверное, будет уже после осознаваться. А насколько ожидаема была новость в нынешних реалиях? Или все-таки это было большой неожиданностью? Да нет, это, наверное, было ожидаемо в целом. Поэтому готовимся к игре с киргизами. У тебя давно не было в сборной? Расскажи, что изменилось? Много новых ребят, новый тренер, новые требования. Более подробно. Именно про требования. Что отличается? Что бросается? Это игровые моменты. Сейчас другая тактика. Нужно к ней подстраиваться под нее. А касательно неигровых моментов, допустим, приехал мостовой, Карпин первым делом проверил у него пресс. Как тебя встретил? Ну, ничего особенного. Встретили, как обычно. У меня таких пока не было. Мы просто познакомились. Каких-то встреч? Встреч. Проверок. Проверок, да. А что это такое за проверка? Ну, это, наверное, была проверка на жировую и вес. Но у моста с этим все в порядке. А у тебя? У меня тоже. Про бытовые истории ты можешь рассказать? Что в быту изменилось в сборной? Ничего сверхъестественного, правда. Это твой партнер по ЦСКА Игорь. Дивеев выбыл на длительный срок из-за травмы. Общался ли с ним? Как он сейчас вообще переживает эту историю? Он остался в сборной до конца года? Да, конечно. Каждый день на связи. Я думаю, все желаем Игорю скорейшего выздоровления и ждем его на поле. Скажи, 10 дебютантов в сборной. Ты сам сказал, что очень много новичков. Как ты себя в этой ситуации ощущаешь? Смотря на то, что давно не был в сборной. То есть, как таким матерым, взрослым или тоже полу-новичок? Да, если честно, никак не ощущаю себя. Просто готовлюсь к игре. Товарищеская игра. Нужно сыграть в свой футбол и просто получать удовольствие от игры. А пихать, подсказывать уже молодым можешь? Ну, я мог это всегда. Но я этим не славлюсь. Что-то знаете про Киргизию? Что вообще разбирали уже? Да, разбирали. Сложно что-то ответить, потому что мы смотрели игры против Таджикистана, Японии. Будет интересно смотреть. До того, как стало известно о товарищеском матче с Киргизией, вы знали какого-нибудь одного игрока из сборной Киргизии? Да нет, конечно. И сейчас? Ну, сейчас тоже нет. Для чего сейчас сборная существует? Ну, в любом случае, лучше собираться и играть в игры, чтобы быть готовым. То есть у тебя нет мысли, что лучше бы я сейчас передохнул между чемпионатом, тем более плотный график? Нет. Нужно держать себя в тонусе. Какая у тебя личная мотивация перед этим товарищеским матчем? Что ты хочешь от себя вынести? Что почувствовать? Какие эмоции, которые нет в клубе? Что? В любом случае, хочу сыграть. Там будет полный стадион, я уверен. И постараться забить. Спасибо. Спасибо.